Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade. И сегодня мы посмотрим, как из самого дешевого TTL конвертера сделать нормальный программатор для Ардуино. Поехали! Итак, мы имеем вот такой вот самый дешевый, какой только возможно, USB TTL конвертер для программирования Ардуино. Но, как мы знаем, чтобы вот, допустим, у меня есть Ардуино Pro Mini, чтобы ее запрограммировать, нам нужны сигналы плюс 5 вольт, граунд, две линии данных и ресет. Но ресета у нас здесь нет. Многие во время программирования жмут кнопку ресет, но, честно говоря, я считаю это маразмом. Нужен нормальный программатор. Но если есть вот такой вот программатор, то что тогда делать? А очень просто. Его мы сейчас переделаем в нормальный программатор. Что для этого нужно? Ну, во-первых, нужен сам программатор, а также нужна вот такая вот линейка, от которой мы отделим 6 штук штырьков. Здесь у нас их 5. Раз, два, три, четыре, пять. А нам нужно 6. То есть мы 6 штук, сколько себе нужно, отделим. И нам нужно выпаять эти штырьки и вместо них поставить вот эти. Сейчас я перепаяю и посмотрим, что у нас получится. Итак, я выпаял уже. Здесь этот разъем, который был. Подготовил отверстие, чтобы можно было впаять новый. Вот подготовлены наши штырьки. И нужно их будет впаять вот таким вот образом. То есть, чтобы один торчал с этой стороны. Итак, впаяем. Где я его вставил? Это нужно сейчас припаять. И пойдем дальше. Итак, гребенка уже впаяна. Все отлично стоит на месте. Нам теперь нужно от вот этого контакта кинуть перемычку к второму контакту на микросхеме. То есть, видно здесь метка стоит микросхемы, вот эта вот штучка. Это первый контакт. И от второго контакта нам нужно кинуть маленький проводочек сюда, на этот контакт. Это у нас и будет RESET. То есть, микросхема, которая здесь стоит она поддерживает функцию сброса сброса микроконтроллера во время прошивки. Но почему это не делают? Почему не разводят и не ставят еще одну ножку? Я, честно говоря, понятия не имею. Если эта микросхема поддерживает эту функцию почему ее не делают? Почему ей не пользоваться? Для меня это загадка. В общем, функция простая. Отсюда кидаем перемычку к второй лапке. Итак, сейчас паяю и посмотрим, что у меня получится. Итак, проводок припаян. Как вы видите, он идет к контакту. А нам теперь осталось только взять прозрачную термоусадку и все это дело загнать в термоусадку. Итак, наш конвертер полностью готов. Перемычка здесь стоит. К сожалению, термоусадка немножко некачественная. Она, видите, немножко мутная. Темноватая какая-то она на цвет. Не совсем прозрачная. Но, тем не менее, наш конвертер готов. Надписи все читаемы. Это у нас Reset идет. И теперь можно спокойно подключаться и программировать Arduino. Сейчас попробуем какой-нибудь Blink записать. Вывод Reset подключается к выводу DTR. Он здесь с обратной стороны подписан. Вон, DTR. Сюда подключается Reset. Итак, пробуем подключать, программировать. Итак, мы видим, вот наш программатор подключен. Arduino тоже подключена. И сейчас мы записываем скетч Blink. Обычное мигание светодиада. Так, пошло программирование. Отлично, все работает. Без каких-либо нажиманий кнопок Reset, без всех этих головомоек. Честно говоря, я не понимаю. Добавить сюда одну дорожку чуть шире здесь сделать, там, на миллиметр буквально сместить этот разъем, впаять этот контакт, в чем проблема? не знаю. Ну, ребята, пожалуйста, с дешевого программатора, точнее, ТТЛ-конвертера, получили нормальный программатор. Вам я желаю успехов, удачи в трудах, в освоении программирования. Всем пока! Субтитры